Здравствуйте! Меня зовут Харитонова Людмила Алексеевна. Сегодня в рамках проекта, реализуемого Музеем Истории города Ярославля, при поддержке Фонда Истории Отечества, мы с вами рассмотрим, как в изобразительном искусстве СССР и современной России отражены темы войны и победы. 22 июня 1941 года началась самая страшная, самая кровопролитная война в истории нашего Отечества. Советские люди столкнулись с жестоким, бесчеловечным агрессором, который вел войну на истребление народов. Вместе с гитлеровскими войсками на территорию СССР вторглись армии других европейских стран – Италии, Румынии, Венгрии, Дании, Словакии, Финляндии, Хорватии и большое количество добровольцев. Из множества европейских государств, движимых расистской идеологией и нацеленных на преднамеренное массовое уничтожение миллионов людей на захваченных территориях. Я хочу вас познакомить с двумя картинами современного художника Валентина Федоровича Попко. Одна из них называется «Даже не снилась. 22 июня 1941 года». Посмотрите, «Утро первого дня войны». Стихи Ивана Щепачева словно написаны на сюжет картины. Такое все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной всего каких-то пять минут осталось? Другая картина Валентина Попко называется «Победитель. Новые жильцы». Сюжет картины, ее цветовая гамма передает боль и трагедию человека, вернувшегося с войны, человека, победившего фашизм. Его дом разрушен. На разваленных домах остатки указателей на немецком языке. И нет никого, кроме стаи бездомных собак. И к мертвым выправив билет, все едет кто-нибудь из близких. И время добавляют в списки. Еще кого-то, кого нет. Писал Константин Симонов. Это беда. В трагедии одного человека мы видим трагедию народа. Ту цену, которую народ заплатил за победу. Между двух картин расстояние, пропитанное надрывами, потерями и болью военных дней. В первой неделе войны советская армия несет катастрофические потери. С 22 июня по 9 июля 1941 года погибло более 500 тысяч военнослужащих. Несмотря на героизм и самопожертвование солдат и офицеров, отразить вероломное нападение не удалось. Война как ком катилась по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их в живых совсем немного. Принявших первый, самый страшный бой. Об этом картина Владимира Рудштейна «Солдаты». В хаосе, растерянности, потерях первых трагических дней пришло понимание того, что экономические и политические устремления врага являются целями второго плана. В июле 1941 года Рихсюрик Гиммлер, выступая перед эсэсовцами, отправлявшимися на Восточный фронт, говорил о том, что им предстоит воевать со 180-миллионным народом, смесью рас и народов, чьи имена непроизносимы и чья физическая сущность такова, что единственное, что с ними можно сделать, это расстреливать без всякой жалости и милосердия. Директивы и приказы немецкого командования узаконили зверство и издевательство над мирным населением на завоеванных территориях. Чудовищные преступления стали системой, обыденностью. Графическая серия рисунков «Не забудем, не простим» созданная художником Дементием Алексеевичем Шмарином художественное свидетельство того, что оставляли немцы в освобожденных от них городах и селах. Это серия рисунков, проникнутых гневной патритикой и повествующих о страданиях и мужестве народа в борьбе с врагом. В 1943 году Дементий Алексеевич получил за эту работу Сталинскую премию. Бесчеловечное отношение захватчиков к населению завоеванных территорий с документальной точностью показано в картине художника Владимира Федора Чичикалова «Оккупанты». И в полотне по следам оккупантов ярославского живописца Мушега Мисаковича Антоняна, где художник ставил задачу рассказать, не щадя чувства зрителей о преступлениях фашистов на оккупированных территориях. Художники, музыканты, скульпторы, писатели в годы Великой Отечественной войны видели свое служение Родине в создании произведений, мобилизующего духовные силы народа на борьбу с фашизмом. Основной тематикой тех лет стала военная тематика. В исторической живописи художники обращались к военному прошлому, портретно изображали героев войны и тружеников тыла, даже пейзаж приобретает патриотическую направленность. Крупнейшие мастера советской живописи создавали картины огромного эмоционального воздействия. На картине художника Аркадия Пластова фашист пролетел, еле заметен улетающий истребитель, который расстрелял пастушка ребенка и животных. Собака жалобно воет около своего хозяина. Эту картину по распоряжению Сталина привезли на Тегеранскую конференцию и повесили против тех мест, где во время переговоров сидели Черчилль и Рузвельт. Картина повлияла не только на развитие советской живописи, но и, возможно, на ход мировой истории. В 1946 году Аркадий Александрович Пластов, советский и российский художник-живописец, народный художник СССР, был награжден Сталинской премией, а в 1962 году стал лауреатом Ленинской премии. Полотна художника Виктора Алексеевича Сафронова поражают реализмом эмоций и мыслей, мужеством и верой. К нашим современникам и будущим поколениям обращается художник в картинах триптиха «Завещено помнить», созданном в 1982-1983 годах. Картина левой части триптиха называется «Я вернусь». Посмотрите в глаза этого паренька, идущего на фронт, вчерашнего школьника. Верит ли он сам в то, что он вернется? Картину левой части триптиха автор назвал поединок. Художник не нарисовал немецкий самолет, но мы видим, с каким страхом и ужасом дети вжали солдатскую шинель. Солдат сосредоточен и уверен, она будет прицел. Картина заставляет верить в то, что враг будет сбит, и дети будут спасены. С первых же дней войны одним из ведущих жанров изобразительного искусства становится плакат. К плакату обращаются живописцы, иллюстраторы, графики. Плакат художника Ираклия Масеевича Таидзе «Родина мать зовет» один из самых известных агитационных плакатов за всю историю Советского Союза. Тиражи, которыми он печатался, были огромными. Ираклий Таидзе избрал трагический, величавый ритм с озвученной песней гимну «Священная война». В народном сознании эти два шедевра слились воедино. Здесь видна не только содержательная, но и стилистическая общность. В облике Родины Матери есть не только ярость благородная, но и благородная сдержанность. Красное платье, красный широкий шарф наброшен на плечи, красный цвет – цвет советского знамени. Только так современники воспринимали художественную метафору Таидзе. В правой руке Родина Мать держит лист со словами военной присяги. Идея плаката была настолько близка и понятна каждому, что солдаты носили его уменьшенные репродукции размером с почтовую открытку на грудных карманах своих гимнастюрах. А если приходилось сдавать населенный пункт фашистам, бойцы, отступая, уносили плакаты с мамой с собой. Плакаты сегодня воспринимаются как один из главных символов Великой Отечественной войны. В 2021 году плакату «Родина Мать зовет» исполняется 80 лет. Нередко плакат изображался как основной элемент композиции в картинах других художников, посвященных Великой Отечественной войне. На слайде помимо плаката представлена картина одного из лучших художников-баталистов первой половины 20 века, мастера исторических сцен Михаила Ивановича Авилова. Картина называется «От Советского информбюро». Первый плакат, вдохновляющий людей на подвиг, появился уже 23 июня 1941 года. В газете «Правда» был помещен рисунок творческого коллектива художников Кукрыниксы «Беспощадно разгромим и уничтожим врага». Аббревиатура Кукрыникса сложилась из первых слогов фамилий Куприянов и Крылов и трех первых букв имени и первой буквы фамилии Николая Соколова. Этот плакат, по сути, был первым подобным произведением, которое задало тон всей советской сатире и творчеству самих карикатуристов. Врага стали бить новым оружием, ясно сознавая его преступные намерения. Бесчеловечность, безнравственность, аморальность захватчиков Кукрыникса изобразили в плакате «Пятна крови». Его сюжет был создан по содержанию письма немки к мужу Леонардо, который воюет на Восточном фронте. В письме фрау просит прислать ей некоторые вещи для ее детей и пишет «Ничего, если они будут испачканы в крови, их можно выстирать». Стихи к плакату написал Самуил Яковлевич Маршак. Среди них есть такие строчки. Когда устраивал погром фашист, клейменный смертным знаком, незримо с ним врывались в дом, она с кошелкой и рюкзаком. В труднейших условиях блокадного Ленинграда плакаты выпускало творческое объединение ленинградских художников «Боевой карандаш», в который входили графики Остапов, Былиев, Гальба. Они создавали плакаты, которые призывали воинов-фронтовиков и тружеников тыла к мужеству и мести. Эпизодически в группе работали Тырса, Верейский, Николаев, Зеров. Авторами текста были поэты Прокофьев, Тимофеев, Саянов, Тихонов и другие. Политуправлением Западного фронта выпускался журнал «Фронтовой юмор» со стихами Маршака и рисунками Горяева и Лебедева. Художников и поэтов, создававших плакаты, Гитлер записывал в личные враги, что означало неименуемую казнь в случае попадания в плен. Первым пунктом, расположенным по направлению главного удара немецкой группы армии «Центр» был Брест и Брестская крепость. Картины о героической обороне Брестской крепости известных художников-баталистов Николая Яковлевича Бута и Петра Александровича Кривоногова передают силу и жестокость происходивших здесь боев. Немцы запланировали захватить крепость к 12 часам первого же дня войны, но встретили сильное сопротивление, вплоть до штыковых атак. Местные жители говорили, что отдельные выстрелы слышались из крепости даже в начале августа. Когда в июле 1944 года советские войска изгнали захватчиков из этих мест, то увидели множество надписей на уцелевших разваленных стен в проемах окон и дверей, оставленных защитниками крепости. На одной из стен было написано «Мы приняли первый бой, умрем, но не уйдем». Оборона Брестской крепости стала символом мужества советских солдат в первый и самый трагический период войны. Мемориальный комплекс Брестская крепость – один из крупнейших памятников военному подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В период распада Советского Союза территория, где находится Брестская крепость, отошла к Республике Беларусь. В картине Юрия Ниловича Тулина «Ленинградка» отражен один из тяжелейших периодов, которые когда-либо пришлось пережить в городе. Блокаду Ленинграда 33% населения погибло от бомбежек, остальные 97% от голода. Суровая блокада города началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 900 дней и 900 ночей. Жителям города пришлось многое преодолеть. Главная цель была выжить. Продовольствия в городе катастрофически не хватало. Люди умирали от голода. Название «Дорога жизни» – не поэтический образ. Так называлась «Ледовая трасса через Ладожское озеро». По ней доставляли продовольствие блокадный Ленинград. Это был единственный путь, позволивший осажденному Ленинграду выжить и даже помогать фронту, куда поступали в производившееся блокадном городе вооружения. «Ледовая трасса» находилась всего в 12-15 километрах от немецких позиций, поэтому постоянно существовала угроза авианалета или обстрела. Снаряды, бомбы оставляли полыньи, которые на таком морозе буквально сразу затягивались льдом. Снег их маскировал и порой обнаружить их было абсолютно невозможно. Провалившиеся машины старались вытаскивать, но не всегда это получалось. Картины Соломона Самсоновича Баима «Ладога. Дорога жизни» и Курдова Валентина Ивановича на Ладоге показывают эту транспортную магистраль, проходящую по льду Ладожского озера. В 1973 году на общественных началах трудящимися Волховского района был поставлен памятник грузовику, переводящему груз по льду Ладожского озера. Местные жители говорят, что авторами загрунтована реальная полуторка, работавшая на Дороге жизни. В 1965 году группа дайверов в честь 20-летия Победы прошла по дну Ладожского озера по Дороге жизни. Они сказали, что фактически шли по крышам автомобилей. В июле-сентябре 1941 года к Смоленску подкатилось самое мощное соединение фашистской армии – группа армии «Центр». Смоленск оказался в центре грандиозного сражения. Замысел противника состоял в том, чтобы окружить основную группу советских войск в районе Смоленска и открыть путь на Москву. Однако ожесточенное сопротивление советских войск под Смоленском ослабило наступательную мощь гитлерских армий. Ударные группировки противника были измотаны и понесли значительные потери. Диорама Смоленского сражения показывает, какие бои шли здесь, на этой земле. Михаил Исаковский об этих событиях написал «Здесь вся в слезах и вся в крови земля». Военные историки считают, что именно в ходе Смоленского сражения на стратегическом уровне был сорван немецкий план молниеносной войны против Советского Союза. Георгий Константинович Жуков, когда его спрашивали, что больше всего ему запомнилось из минувшей войны, всегда отвечал «Битва за Москву». Битва за Москву стала одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, как по своим масштабам, так и по своему значению. Наиболее близкой к Москве документально подтвержденной точкой линии фронта была зона нынешнего аэропорта Шереметьево. На картине Олега Арцвиковича Авакимяна по заснеженной брусчатке Красной площади на защиту Москвы колонна за колонной идут войска, идут на фронт. За 67 суток Московской стратегической оборонительной операции безвозвратные потери советского народа составили 1 млн 250 тыс. человек. Статистика не показывает лиц солдат, но в ней каждая единица – это живой человек. Сухих ветвей об угленной плети болтались на ветру, и все на свете казалось брошено вниз головой. «Был черен снег, враг прямо в сердце метил, но я и оглушенный был живой. Начиналось так совершеннолетие, мне 18 было под Москвой». Так писал Виктор Авдеев о сражении под Москвой. В 1941 году Александр Дейнейко, художник, известный в первую очередь как создатель цикла работы о счастливых советских людях, занимающихся спортом и радостно трудящихся на фабриках, заводах и в шахтах, создал картину на окраине Москвы. В ноябрь 1941 года. Мы видим суровый и тревожный образ, ощетинившийся противотанковыми ежами окраины Москвы. Город молчалив и грозен. В картине художника-баталиста Петра Александровича Кривоногова «Советская конница в боях под Москвой» изображена стремительная атака кавалерийской группы. В битве за Москву кавалерия участвовала как самостоятельный род войск, способный вести современную маневренную войну. Кавалерия, не будучи привязана к дорогам, действуя в любое время суток по любой местности, оказывалась часто более маневренной, чем танковые соединения и моторизированная пехота. Картину отличает мастерство многофигурной композиции, тонкая живописная гамма красок и тонок. В Русском музее в Санкт-Петербурге выставлена одна из наиболее знаменитых картин Александра Александровича Денеки «Героическая оборона Севастополя». Картина по праву является одной из самых сильных в творчестве художника и одной из самых драматических работ всего советского искусства военного времени. На картине запечатлен скорбный и величественный подвиг советских бойцов, отдавших свою жизнь при обороне Севастополя в 1942 году. В 1942 году Комитет по делам культуры заказывает известному русскому художнику и живописцу Павлу Корину большое полотно, посвященное князю Александру Невскому. Павел Дмитриевич Корин – автор выразительных портретов, полководца Георгия Жукова, скульптора Коненкова, художников-карикатуристов Куприянова, Крылова, Соколова и других. Корин вносит в картину образы, связанные с церковью. Образ спасания рукотворного на знамени русского воинства, величественный храм на заднем плане, икона одного из самых почитаемых русских святых – Николая Чудотворца. В суровом образе князя Александра Невского выражена героизм и непоколебимая стойкость. Сохранились свидетельства, что небольшие репродукции картины размещались в окопах и землянках. 29 июля 1942 года в Советском Союзе был утвержден Орден Александра Невского как военный орден для награждения командного состава Красной Армии. В результате начатого под Москвой контрнаступления зимой-весной 1942 года наши войска отбросили немцев под Оржев, но освободить город так и не удалось. В результате образовалась 200-километровая линия фронта вокруг Ржевско-Вяземского выступа. От него до Москвы было 150 километров. Гитлеровское командование называло Ржевско-Вяземский плацдарм «воротами к Москве» и держало здесь две трети войск группы армии «Центр». На картине художника-баталиста Виктора Александровича Болтышева изображен бой в городском лесу города Ржева. По имени города Ржевской битвой условно называют ожесточенные сражения по всему периметру Ржевско-Вяземского выступа. Эти четыре наступательные боевые операции, проходившие во время Великой Отечественной войны, в период с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года. В марте 1943 года Ржевско-Вяземский выступ был ликвидирован. Немецкая группа армии «Центр» потерпела поражение, понеся большие потери. Линия фронта отодвинулась от Москвы еще на 130-160 километров. Ржевская битва была одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Но до сих пор нет единого ответа, сколько советских солдат полегло на Ржевской земле. Источники указывают разные цифры – от одного до двух миллионов человек. 30 июня 2020 года состоялось открытие мемориального комплекса «Память обо всех солдатах Великой Отечественной войны». Его возвели на месте кровопролитных боев под Ржевом 1942-1943 годов. Художник Василий Василий Стригин защищал Москву, участвовал в боях под Вязьмой и Сталинградом, освобождал Смоленск, Минск, Кёнигсберг, прошел с боями Литву и Пруссию. Его картина «Под Сталинградом. Бой в районе Кузьмичи» показывает масштабность и ожесточенность сражения. Поселок Кузьмичи, как и другие населенные пункты поблизости, стал местом в сражении бойцов Донского фронта под командованием Рокоссовского с армией Паулюса. В августе 1942 года немцы начали наступательную операцию в Большое излучение Дона. Враг настойчиво стремился овладеть Сталинградом, до которого оставалось всего несколько десятков километров. Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Первое масштабное поражение вермахта, сопровождавшееся капитуляцией крупной войсковой группировки. Художник Василий Прокопьевич Ефанов в своих заметках писал, «Начиная с 11-12 января почти ежедневно около наших землянок появлялись массивные косяки пленных. Чувство омерзения и ненависти охватывают при виде этой стаи хищных волков. На его картине изображен разрушенный Сталинград и косяки пленных немцев и румын. Сталинградская битва стала началом коренного перелома в Великой Отечественной войне». Продолжая тему битвы за Сталинград, Георгий Иванович Марченко – участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы. Его картина на окраине Сталинграда является отображением реальных эпизодов Сталинградской битвы. И еще одна картина Петра Александровича Кривоногова на Курской дуге. На багряном закате изображено поле с подбитыми еще дымящимися фашистскими тиграми и фердинандами. Глубокая тишина, контраст между спокойствием русского поля и тяжелой артиллерией. Апофеоз жестокого танкового сражения. В битве под Прохоровкой с обеих сторон сошлись до 1200 танков и самоходных орудий. Этот бой предрешил не только победу Красной армии на Курской дуге, но и победу в Великой Отечественной войне. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Советской армии. Во время войны в тылу врага действовало свыше 6000 партизанских отрядов и подпольных групп, в которых сражалось более миллиона человек. Одна из этих групп изображена на картине художника Велены Чеканюка «Партизаны». Следующая картина называется «Мать партизаны». Сергей Васильевич Герасимов работал над ней на протяжении 7 лет. Он начал ее писать в переломной для страны 1943 год. Изображение передает атмосферу всеобщего разорения и бедствия. Позади женщины пожар, разбомбленная хата, раненые и убитые жители деревни. Образ матери собирательный, как говорил сам Герасимов. Я хотел показать в ее образе всех матерей, которые отправили на войну своих сыновей. В ее облике читается материнская горечь не только за сына, но и за всех людей, пострадавших от войны. Еще один этап Великой Отечественной войны отражен в произведении художника Михаила Ивановича Хмелькова «Форсирование Днепра». Продлившимся около четырех месяцев сражений на протяженном участке длиной в 700 километров с обеих сторон было задействовано несколько миллионов солдат и офицеров, десятки тысяч танков, самолетов, артиллерийских орудий и других единиц техники. В сентябре 1943 года советские войска подошли к Днепру. Смелыми и решительными действиями Красная Армия сходу форсировала водную преграду. Люди переправлялись через широкую реку на самодельных плотах, лодках, перевозили на них орудия и минометы. Некоторые бойцы одолевали реку вплавь, и все это под непрерывным артиллерийским и пулеметным огнем противника. Днепровская операция завершилась к ноябрю 1943 года, положив конец надеждам гитлеровцев закрепиться на Украине. 25 апреля 1945 года недалеко от города Таргау на реке Эльба состоялась встреча частей союзников Красной Армии и войск Соединенных Штатов Америки. Памятный знак об этом событии установлен в городе Таргау. Художник Александр Капитонович Сытов в своей картине встречи на Эльбе «Автограф на память» изобразил радость союзников и надежду на скорое окончание войны. В заключительном сражении Великой Отечественной войне стала битва за Берлин. В ходе наступления авиация наносила удары с воздуха по опорным пунктам, артиллерийским и минометным огневым позициям, скоплением войск и техники противника, узлам шоссейных и железных дорог. По мотивам этих событий написана картина «В небе над Берлином» талантливого художника Константина Алексеевича Васильева. Бои за Берлин продолжались 23 дня. Рано утром 1 мая на фронтоне Эрихстага у скульптурной группы уже развивалось Красное Знамя Победы. У одной из самых знаменитых картин «Знамя Победы над Эрихстагом» два автора. В победные дни на крыше Эрихстага побывал заместитель начальника Музея Вооруженных сил подполковник Петр Николаевич Логинов. Он сделал зарисовки Знамени Победы, развивающимся над куполом. Логинов не был профессиональным художником. В дальнейшем по этим рисункам советский художник-баталист, член Союза художников, заслуженный художник России Владимир Евгеньевич Памфилов, создал картину, которая стала одной из самых популярных картин, посвященных Знамени Победы. Картина «Победа» – знаменитая батальная работа советского художника Петра Александровича Кривоногова. Художник задумал создание картины, в которой должен был звучать гимн Победы над фашистской армией. Сюжет сложился тогда, когда наши войска штурмовали Эрихстаг. Сам Петр Александрович впоследствии вспоминал, как 2 мая, устроившись в кузове брошенной машины, делал этот этюд с Эрихстага. Эрихстаг еще горит. На нем видны следы упорных боев наших войск. Колонны выщерблены осколками и пулями. Широкая лестница завалена телами убитых и вывороченными каменными плитами, обломками штукатурки. Всюду, на ступеньках лестницы, на высоких каменных парапетах, наши бойцы, запыленные, закопченные пороховым дымом долгих боев. Взметнулись в воздух руки бойцов с винтовками и автоматами, стальными касками и пилотками. Где-то видны красные флажки. Все головы подняты, все глаза устремлены в одну точку, вверх, туда, где под куполом полощется на весеннем ветру красное знамя победы. Под сводами здания раскатывается могучая русская. Ура! Кривоногов поставил цель написать эту масштабную по величине и количеству персонажей картину, после возвращения с фронта. Работал около трех лет. Закончил полотно в 1948 году. В 1949 году за картину «Победа» Петр Александрович Кривоногов получил сталинскую премию. Картина стала символом победы над фашизмом. Художники, входившие в объединение кукрыниксы, были не только карикатуристами, но они создавали замечательные картины. В 1946 году имя была написана, получившая большую известность картины «Подписание акта о безоговорочной капитуляции». Картина запечатлела этот исторический момент, означавший окончание Великой Отечественной войны. В СССР о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9 мая 1945 года. И по приказу Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный салют из тысячи орудий. Указом Президиума Верховного Совета СССР вознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии 9 мая было объявлено Днем Победы. Сюжетный центр картины Михаила Ивановича Хмелько «Триумф победившей Родины» составляет знаменитый Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади, в котором приняло участие около 35 тысяч человек. Кульминацией парада стало низвержение захваченных вражеских знамен к ногам военачальников, полководцев-победителей, стоявших у трибуна в Залея Ленина. В центре картины солдат бросает древко штандарта 1-й танковой дивизии СС Адольф Гитлер. Во время Парада Победы шел проливной дождь. Он хорошо заметен на картине. Площадь омыта дождем до блеска. Водяной туман слегка приглушает краски. В легкой дымке предстает здание исторического музея. За эту картину художнику была присуждена Сталинская премия. Картина Владимира Костецкого «Возвращение» относится к ряду лучших картин о Великой Отечественной войне. «Костецкий нам чувства людей передал», – написал поэт Иван Ясаулков. Картина о том, что победа пришла, отгремела война. Солдат из Берлина вернулся домой. Картина Сергея «Бессонного душа солдата» обещал вернуться. Мать, провожая сына на войну, старалась спрятать глубже боль и грусть. Свой дом навечно поселяет тишину. Лишь голос слышала. «Родная, я вернусь». В 1941 году на территории Советского Союза развернулась глобальная битва идеологий, культур, цивилизаций. Отношение советского народа к родине как духовной и нравственной ценности сплотило людей разных национальностей, вероисповеданий и политических убеждений. Позволило выставить в этой войне и разгромить врага. Плакаты и картины военных лет стали художественной летописью событий Великой Отечественной войны. Выразительными средствами живописи, цветом, мазком, цветовым и световым контрастом, колоритом, композицией художники вводили зрителей в отчаяние и надежду, в напряжение боя, в ненависть к врагу, превращая свои произведения в оружие, разящее врага. В годы войны искусство помогало выжить и победить. И сегодня произведения, созданные во время Великой Отечественной войны, получают эмоциональный и духовный отклик, формируя чувство гордости и ответственности за свое Отечество. Спасибо.